добрый вечер третий выпуск про нашу электричку напоминаем что у нас уже готов в основном салон но он еще не готов в полной мере какой хотелось бы и если так внимательно подумать и мы то мы поймем что нам еще здесь не хватает конечно когда когда он высыхает все-таки видно что он немножко коробится ну то есть имеет такую не совсем ровную форму какую был изначально даже после того как первоначально высох сорт он досох и стал немножко более дугообразным но ничего не суть она потом выровняется короче нам сейчас нужно доработать внутренность нашего вагона для этого у нас есть следующие элементы сейчас мы их найдем так я на самом деле за промежуток между этим видео успел съездить кронштадт на фортуну было очень здорово и интересно надо сказать и поэтому но я очень очень мало спал в поездку поэтому очень сон на себя ощущаю вы уж не не обеснуйте короче что такое происходит иногда могу заговариваться или быть сонным или что-нибудь еще такое не расстраивайтесь в коем случае запутанность моих мыслей вот короче что мы имеем вот эти два листа в основном у нас образуют внутренности пассажирского салона очень много у нас тут различных деталей то есть это лавки это короткие лавки у входа которые стоят ну вы наверняка все ездили в электричках знаете как это выглядит потом вот это все кучу вот этих серых штук это подставки ну то есть подножки на чем лавки стоят скажем так это то на чем лавки стоят и еще гигантское количество деталей у нас вот такого толка вот видите такие решеточки это полки багажные которые над каждым окном находится и еще огромное количество у нас вот таких деталей а вот такие 23 это лампочки плафонное освещение салона но я их наверное сначала короче я же хотел сделать подсветку в салоне поэтому еще надо будет подумать трижды как это делать хорошо и грамотно я ведь хочу чтобы светилась причем если сделать количество светодиодов столько же сколько и фонарей подразумевается то я очень боюсь что будет слишком светло прям слишком слишком светло поэтому есть вариант сделать буквально несколько светодиодов но тогда когда кто-то будет смотреть в электричку в таком духе то не будет создаваться неправильное ощущение поэтому собственно я еще пока в раздумьях как именно это сделать либо ставить эти диоды ну опять же много и слишком получится если ставить их по количеству короче этот вопрос пока не решим но есть еще значит решили бы делать салон миллион одинаковых сидений это скучно это грустно это печально но мы начнем наш салон совсем не с этих грустных многочисленных сидений мы займемся сейчас самым интересным и самым примечательным агрегатом в нашем салоне я в общем то не вижу а должен найти сейчас в коробочке сейчас посмотрим да во первых у нас есть вот еще перегородки в этом салоне крыши тамбуров есть и принципе счет оборудования кабины машиниста но она попойче она не сейчас он нашел вот с чего мы начнем на самом деле это господа мои хорошие это унитаз это самый настоящий унитаз спросите да не может быть такого в электричках нет туалетов все знают что в электричках нет туалетов ну вообще-то должны быть они по факту они должны быть эти самые туалеты вот по крайней мере в головном вагоне электрички r2 он должен быть просто как правило они были закрыты а в сегодняшних электричках ну да как бы то это как бы нет то есть чтобы делать но изначально они были они вообще-то даже есть даже в локомотивах то есть в этих самых в тепловозах в электровозах и раньше это грубо говоря просто дыра в полу глючок такой открывается и а сейчас новых уже делают более менее такие нормального привычного типа отхожие места ну так вот короче да начать придется мне не с салона а с любом случае будет немножко волнистая начать придется с туалета вот он стоит вот там вот в этом отсеке там вида 26 посадочное место куда должна клеится деталь 26 26 состоит из 26 а б в г т ей даже же есть да так что будем делать туалет деталей не так много в нем так что я думаю это будет делать не сложно вообще у меня было несколько попыток уже раньше сделать что-то похожее на вагон я там начинал как всегда с тамбуров и туалетов а многочисленное оборудование купе мне никогда не хватало терпения доделать это было очень лениво делать миллион одинаковых полок хотел всегда как-то процесс автоматизировать но ничего не получалось потому что не хватало терпения в целом и я забрасывал строительство вагонов короче это просто толчок так что просто вырезаем дырку в которую люди срут и тут еще как в какой-то детали должна дырку сделать сделал я вам неспроста все это так показывает дотошно ведь на самом деле потом не знаю что показывать весь там по большому счету будут многочисленные унылые сиденья я совершенно не представляю как этот процессу показать красиво что он тупо долгий для меня и поэтому я же не буду показывать на экране как я очень-очень долго сижу режу эти самые толчки и они класки эти полки вот еще крышка от него и вот еще рукомойник блок рукомойника зеркала часто все высохнет будем приклеивать на место но пока я займусь изготовлением вот этих вот перегородок которые образуют стены туалет и какого-то там служебного помещения честно я не понял для чего оно нужно это помещение что у него вообще там происходит там совсем никаких приборов я имею ввиду в модели поэтому что там было в оригинале я если честно не удалось мне установить так что будет просто пустое помещение в нем даже есть тоже окошко но в нем будет абсолютно ничего не находиться я продавливаю в детали в тех местах где будет сгиб полосочки и потом делаю язык готова режем ножницы на самом деле тоже не всегда идеально получается вырезать все но какие-то волны бывают там и все такое но надо стараться держать руку на пульсе вырезать ровно решительными прямыми движениями это все вообще называется то есть детишек обычно дают в кружки да во всякие там покупают им конструкторы лига еще что-нибудь все это чтобы развивать мелкую моторику рук так сказать то есть чтобы потом чтобы у человека был навык делать какие-то вещи мелкие вещи именно какие-то вот такие вот аккуратные вещи руками потому что если человек никогда но привык взаимодействие только с какими-то очень крупными объектами например простыми объектами как ложка там или вилка ничего более мелкого и тонкого не держал то потом он будет групп достаточно в обращении с тонкостями или не сможет там я не говорю вырезать электрички да но например там карбюратор то возьмем ку сложное техническое устройство механическое которым есть много мелких деталей и кто знает то есть просто учил для человека скажу будет отрезан путь к каким-то таким профессиям и способностям где нужно именно вот этот вот навык иметь потому что нет привычки нет такого вообще понятия как как надо работать с мелочи с этой вот поэтому надо чем-то таким заниматься я вот выбрал ну конечно уже не нужно то есть это навык который развился и все я уже вполне его сформировал все но целом штука полезная было и я в детстве этим увлекся и не жалею всем советую клеить модельки собирать модельки не обязательно бумажные можно сборные какие-нибудь но сборные я не очень люблю они как ни странно слишком пластмассовые дело не в пластмассе не в материале конечно а в том что просто они они достаточно простые пластмассовые модели ну то есть все детали сделаны очень конечно похоже на оригинал в этом крутость да в плюсы однозначно идет копийность то есть тут у нас будут упрощение будут кривизна какая-то туда-сюда это же картонный поэтому понятно но вместе с этим если модель достаточно простая то там уже этот элемент он состоит по сути дела его можно из пластмасса отлить что угодно в принципе то есть они могли бы сделать целиком эту модель вот просто из уже готовую то есть моя роль остается только собрать элементы правильной формы воедино склеить это и покрасить вот покрасить да сложно окей но собрать получается достаточно не знаю что то короче говоря и я запутался но не получается так интересности такой а здесь все было бумагой а когда было все бумагой а стала моделью вот туда а там по сути можно сказать конь фара до фары она уже отдельной деталью как фара к этому литнику и приклеена то есть ее надо просто открутить и приклеить все а здесь если будут фара в каком-нибудь автомобильном сборке она может состоять там из десятка детали эта фара и он собрать так же как вот там будет наверняка ободок все эти стеклышки на и стеклышки если есть смотри какая копийность конечно модели тут может быть по-разному но в целом уровень вот этого вот мелочевости есть есть такие модели что просто вообще все возможные представления об этом разбивают тот же бисмарк линкор есть гигантское количество деталей это в этой вот электрички у нас тут 20 это без малого там не уже не помню но очень-очень одно из одних инструкций там по 80 штук ну и так 50 с лишнего но там немножко другой масштаб и поэтому и корабль как бы получается метровой длины и там столько мелочевок что по моему создатели немножко переборщили с сложностью вот у нас получили две перегородочки надо будет их склеить вот так вот таким вот уклон вот так вот они будут у нас они будут у нас закрывать как раз наш толку вот так вот но пока что мы положим сушиться и посмотрим как дела в нашем унитазе вот друзья я уже успел заболеть уже даже успел поправиться практически почти но еще не до конца и продолжаю все таки методично делать электричку для вас вот и сейчас мы вместе произведем сиденье самое что ни на есть сидением все сиденья состоят из спинок и самих сидений и двух подножек точнее вообще не совсем так это просто крайние последнее сиденье поэтому у нее только спинка и подставка ну сиденье само а так вообще должно быть спинка и два вот таких вот сиденья и 4 подножки смысл какой на самом деле я не терял время даром пока болел и делал в поте лица можно так сказать вот эти самые сидушки и откровенно говоря я уже много сделал но увидите в этот чуть попозже сейчас я все-таки покажу вам суть вот этого вот сиденья на примере одного единственного потому что я уже пытался рассказать о том что многие модели начинают в итоге бесить своей нудностью из-за того что очень однообразно делать их делаешь ты делаешь а у тебя там все одно и то же одно и то же какие-нибудь вот многочисленные особенно да вот это вот беда если делать пассажирский вагон в детализации подобные да то есть там миллион этих полок миллион поручней каких-нибудь сидушек одинаковых это отвратительно или допустим в детстве когда я делал модель какой-нибудь фуры до грузовика типа ну блин это было просто ненавистная жесть все-таки многоосные вот эти прицепы а там колеса в них на этих колесах шины а эти шины с кучей этих зубчатых клапан очков на которые все приклеивается чтобы круглое было и я не вырезал их тогда тошно как надо я постоянно округлял это все ну то есть на глаз постоянно резал количество этих треугольников из этого шины получались не очень круглые и потом все это выглядело отвратительно иногда я даже не доделывал эти шины и короче мой какой кошмар даже страшно вспомнить стыдно так неаккуратно я делал у нас в городе был кружок юного те но юных техников да ну сами понимаете что это это такое было учреждение которое еще по сути дела советского союза осталось и я ходил туда в авиамодельный кружок ну точнее изначально я ходил туда на как бы на начальный кружок подразделялся на несколько как бы таких кружков и один из них был кружок как бы начального творчества то есть там были минут эти бумажные модели различные сложности вот а когда уже твой skills вырастал тогда тебя уже ты уже мог перейти там каким-нибудь авиамодельный или судомодельный у нас был вот но судомодельный как-то не очень там хорошо лучше всего был развит авиамодельный кружок ну наверное по простой понятной причине что у нас авиагородок все-таки самолетный изначально город и вот в связи с этим авиакружок чувствовал себя достаточно неплохо все люди которые там работали все-таки работали на заводе и кое-что соображали хотя бы просто в самолетах и плюс у них были деньги на так это все-таки самолеты то есть радиооборудование на аппаратуру на приемники передатчики на моторы на все такое прочее но конечно начиналось все грубо говоря с учебки с такой кордовой модели где ночи кордовые модели если не знаете это такие авиамодели которые летают по кругу то есть они имеют радио управления их управление ведется только вот в одной плоскости ты стоишь с такой ручкой от нее два корда два шнура модели она летает вокруг тебя по кругу это стоишь вот так вот с ней и крутишься по кругу то есть если ты ручку так наклоняешь она тит ниже если так то вверх ну то есть все очень просто на ней двигатель двигателя запускается модель летит и пока бензин не выработается в баке его там не особо много но не бензин понятное дело что смесь вот но пока она не кончится мотель будет летать это как правило там несколько минут и можно делать простые трюки какие-то там типа мертвые петли но опять же надо помнить что корд запутывается если сделать бесконечное количество мертвых петель то вот можно запутаться а так еще были соревнования сделались этот простая базовая модель она не очень быстрая не очень маневренная там простейший самый слабый двигатель ставился еще были пилотажки они уже практически представляли собой такое летающее крыло то есть там не было как такового фюзеляжа было плашное практически крыло они управлялись гораздо резче моторы там были другие летали они как угорелые тоже кордовые тоже по кругу и был такой вид соревнования как воздушный бой то есть привязывались цветные ленточки к хвостам этих моделей два человека становилась в круг и они друг от друга немножко чтоб не запуталась у них корды чтоб не перепутались и вот они короче миссия срубить винтом который крутится хвост ленточку соперника ну естественно иногда можно врезаться друг друга такое происходило но смысл именно в этом то есть ну грубая найти пилотажные спортивные модели ставились такие хорошие моторчики и они летали здорово и частенько они конечно разбивались падали потому что в борьбе в такой вот и поэтому это были трава их потом собирали если можно было склеивали заново и летали и летали и летали короче это было интересно но там следующий уровень это уже если есть деньги то да покупались аппаратура и летали я сейчас пока болтаю склеил сидушку сейчас вот приступаю тут к спинке короче было интересно на самом деле я изготовил единственное что я я в итоге не прошел дальше вот этой пробной модели не пробный как учебный у меня конечно не сохранилась она осталась где-то в кружке там были разные самолеты прям огромные большие смотри это было круто мне нравилось но потом как-то с самолетами я перестал дружить из кружка из кружка это уже ушел как-то что-то как-то так вышло хотя я любил туда ходить вот просто дело в том что вы именно в начальном кружке в этом где делались на бумажные модели там было несколько моделей которые можно было сделать автомобиль или будь то или еще что-либо достаточно интересное и уровень был достаточно неплохой но я никогда не мог аккуратность как-то развить и усидчивость что ли не хватало мне что-то не хотелось бы быстрее раз 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 сейчас сделал там все первое с чего все начинали вообще это было либо плане разнобора были наборы какие-то я не получить был за фильмы такой голубой пластик не пластик этот пенопласт очень плотный такой пенопласт и всякие бальзовые деревяшечки легкие очень дерево базе и короче все это дело клеишь можно просто пускать сам по себе летел без мотора какое-то время клево было но они конечно разбивались все-таки но красиво выглядели и еще первый был первая такая модель можно так сказать это муха так называемая муха это по сути дела просто деревянная палочка на ней такой пропеллер такие продавались еще потом пластиковые уже варианты то есть по сути такой неплохой формы пропеллер на палочке ты брала вот так вот ладони так вот фух резко резким таким движением запускал естественно он раскручивался и муха взлетала резко вверх и ну пока не остановится и потом она падает ну ей ничего не происходит от падения естественно потому что она же деревянная чей будет номина момент старта на так резко полетела клево было на самом деле в ну сейчас конечно ничего этого нету все пересели за компьютеры наверное или еще что-то в итоге этот авиамодельный спорт как ну то есть кого сейчас удивишь кордовой моделью дети скажут это не интересно летать по кругу стоя на месте чё за прикол лё где радиоуправление вот и все на самом деле вполне себе прикольно было спинка сиденье и склеиваем короче мы их вместе сейчас самый подвох как подвох опять же не подвох зачем же мне вам подвох и делать это не подвох но суть в том что это последний сиденье на самом деле все оставляю его сохнуть какой-нибудь форме куда-нибудь сюда вот так вот вот не подвох просто потаенная информация заключается в том что на самом деле я уже сделал все сиденье долго делал много времени прошло но я все-таки преодолел все свои ленивые пазы посылает позывы я сделал все сиденья вот они теперь все стоят там внутри и одно единственное вот здесь вот отсутствует вот как раз именно его я сейчас для вас и склеил час она высохнет я его туда установлю в начале видео как вы помните был установлен толчок точнее он был собран ну и вот теперь я поставил вокруг него стеночки и он совершенно закрыт вот здесь находится и сидит он там себе и больше никогда не покинет своего места расположения текущего нужно еще будет собрать вторую такую отгородочку из имеющихся у меня уже стеночек который я вам показывал вот они да и поставить рукомойники за вот такие стенки да такие же самые как в толчке ставятся очень просто клеится хорошо все именно их надо будет поставить правда я так и не понял что в этом дополнительном помещении должно вообще находиться изначально потому что там абсолютно пусто но сверху это все закроется вот этой крышкой это потолок тамбура вот так вот он станет смотрите то есть он по сути дела запечатает сейчас вставлю вот так вот по сути дела он запечатает собой наш и толчок и это служебное помещение и все на свете останется больше это нам недоступным здесь есть четыре дырки которые прорезал я их не должно быть по заводскому так сказать как модель подразумевалось естественно надо будет поправить что там все было ровно примерно их не должно было быть не предусмотрено то есть просто с этих сторон снизу должны быть такие плафончики которые он показывал желтые вот эти вот но я вырезал вместо них маленькие дырочки потому что решил что эти плафоны я ставить не буду они все равно не видны когда смотришь здесь вот смотришь ты наверх ты чего чтобы их увидеть надо чуть ли не вот так вот и и задрать и что-то там пытаться увидеть всматриваться вместо этого я сходил в магазин и кое-что купил сейчас прямо вам покажу что это такое и так сходил я за магазин купил шнур с переключателем с выключателем вернее вот идет шнур потом идет вот этот вот трансформатор на 12 вольт коннектор и небольшой кусок светодиодной ленты буквально полметра если его включить он будет светиться все вы наверное знаете как работает светодиодная лента а именно ярко и знаете о том как можно ей пользоваться в любых ситуациях непонятных то есть короче смысл в том что если я ее поставлю примерно опять же так то свет будет лучше сбоку если смотреть с уровня как будто смотришь платформы со стола то да будет свет но просто пускать линии мне кажется это не слишком прикольно нужно будет как-то все это тело разнообразить я подумаю об этом немножко позже пока что сам принцип все собраны все работает все освещается но опять же если вот один из этих хотя бы светодиодов воткнуть вот сюда то уже видно что свет становится такой более приглушенный в тамбуре освещение становится более таким адекватным что ли то есть нужно вся эта лента режется определенными участками по 5 сантиметров моя задача будет это все разместить как-то правильным образом так чтобы все располагалось как надо для этого я буду паять соединять цветопроводочками но именно вот продумать всю эту систему освещения я буду наверное после того как будет изготовлен потолок потому что пока что я не представляю как прокладывать провода и где именно должны быть точки освещения и сколько их должно быть потому что здесь по сути дела можно вот нарезать их вот этими отрезками 1 2 3 4 5 6 7 8 9 у меня еще есть 10 то есть до 50 сантиметров по сути вот хорошая штука светодиодная лента я купил самый простой этот трансформатор самый дешевый вот его как раз хватит на эту электричку и в принципе даже с большим запасом если вдруг однажды мне захочется продолжить эту штуку его тоже хватит в принципе на вот то есть от поезда от вагона точнее у меня будет отходить всего два проводка где-нибудь сзади здесь или спереди которая за которой я и буду коннектиться и включать ее в розетку чтобы была подсветка чтобы антуражность было так сказать на полную катушку так то вот что у нас там с нашим сиденьем да она вполне готова осталось только приделать к нему подножки и установить на его законное место и вот все сиденья вклеены даже последние больше того скажу даже клееные перегородки вот они то есть наше помещение с туалетом и умывальником теперь готова так и останется но теперь там и там были сделан стоп кран вот собственно больше ничего там были у нас в этом делаться не будет поэтому я последнее что сделаю в этом выпуске это накрою весь этот тамбур крышкой уже навсегда на долгие наверное годы не знаю насколько этого всего хватит поэтому сейчас я прямо запечатаю это все сверху больше туда никогда нельзя будет залезть если конечно вы не уменьшитесь до размеров масштабного человечка 1 к 43 или примерно так и не проникнете в этот электропоезд насильно но даже в таком случае у вас не получится пробраться в эти помещения потому что двери на них всегда закрыты согласно нашему расположению придется вам даже вооружаться наверное какой-нибудь на на болгаркой из бумаги для пропил для пропиливания бумажных стен но это шутки шутками конечно а мы вправду закрываем это помещение вот как накрыли сверху так в общем то и прижмем сейчас везде пинцетом и все все друзья с тамбуром переднем навсегда покончено ну вот видно линии по которые нужно спустить его либо поднять ну то есть как приклеить его нужно собственно этим я сейчас и занимаюсь так все стало достаточно плотно в распор можно сказать даже немножко потолок прогнулся этот вклеенный вклеиваемый но ничего я думаю страшного таким образом получается что вот это вот деталь который только что приклеил она замыкает добавляет вот этот передний контур и добавляет еще пожалуй еще жесткости во всю систему такая получил своеобразная коробочка вот в этой передней части тут прям все такое достаточно прочно вот эти вот ребра вот эти стены и все на свете короче здесь так сделано что все очень даже прочно теперь у нас есть тамбур с крышей с дверями стоп стоп крану и практически вот эта часть она внутри по внутренности полностью готова ну что ж на этом я остановлюсь а вот следующем выпуске нас уже пойдут реально такие глобальные интересные дела касающиеся морды хвоста и еще каких-нибудь тут деталях до новых встреч подписывайтесь на канал это было не москвич шоу даже в общем мы здесь собирали электричку пока